Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о отрезных талонах Украины. Да, такое было в истории. Были такие бумажки. И сейчас я вам расскажу, что это было. Значит, к концу 1980-х годов нашим гражданам стало намного проще выбираться за рубеж, где пользовались немалым спросом любые более-менее качественные советские товары, которые стоили намного дешевле аналогов. Очень быстро нашлись оборотистые бизнесмены, скупавшие в украинских магазинах целые грузовики, шмоток и продуктов. Естественно, полки торговых точек совсем опустили. И чтобы любой барыга не отбивал товары у местного населения, с ноября 1990 года в Украине ввели специальные купоны. Их выдавали только в пределах сумм, зарплат и пенсий. Купонные листы выпускались по 20, 50, 75, 100 и 200 рублей. В центре каждого из них была карточка с именем владельца, названием учреждения, подписи ответственного лица и печати. Вокруг располагались отрезные купоны с различными номиналами. На них был также указан месяц. Поначалу срок годности ограничивался шестью месяцами. Ну а с декабря также указывался регион выдачи. В государственных магазинах чеки выбивали только на ту сумму, которая покрывалась купонами. В общем, такая ситуация. Приходите в магазин, например, даете 3 рубля и кассир еще вырезает купон. Забирает 3 рубля, забирает отрезной талон и выдает вам товар. Отдельно взятые купоны у покупателей не принимали. Их сразу погашали, вырезая в них дырки. А затем, так же, как и денежные купюры, раскладывали в кассе по номиналам. Количество купонов должно было совпасть с магазинной выручкой. И возле каждого крупного магазина сидели тетки украдкой от милиции. Показывали прохожим целые пачки купонных листов со всеми подписями и печатями. Конечно, их мог приобрести за определенную сумму любой желающий. Что касается коллекционной стоимости, то, например, 4 листа вот таких я видел на аукционе, но можно приобрести за 2 доллара. Это не очень ценные бумаги. В начале 1992 года вели купоны карбонцы. Но это уже совсем другая история.